В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шилаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Одно из главных сражений Великой Отечественной 23 августа – годовщина Курской битвы. В преддверии открытия нового сезона труп Пасаровского драматического театра пополнилась новыми актерами. Открытия на каждом шагу в библиотеке имени Пушкина подвели итоги летнего сезона. Далее расскажем обо всем подробно. 23 августа 1943 года ровно 75 лет назад завершилось одно из главных сражений Великой Отечественной войны – Курская битва. Противостояние длилось больше месяца. В результате Красная армия разгромила гитлеровские войска и окончательно переломила ход войны. Зинаида Михайловна Курбакова родилась в Орловской области в деревне Александровке, через которую проходила Орловско-Курская дуга. И страшное событие тех лет она видела своими глазами. Услышав о начале войны, все мужское население родной деревни Зинаиды Михайловны, не дожидаясь повесток, отправилась на фронт. До железной дороги 10 километров. Отцов, мужей и братьев дотуда провожали семьи. Они поехали, вагоны такие товарные. Все не сели, не сели, стали. И поезд ушел. И потом многие, многие, многие не вернулись. Но и тех, кто остался дома, война не пощадила. 15 месяцев деревня Александровка, что в Орловской области, была в оккупации немцев. Рядом проходила линия фронта, и маленькая Зина была свидетелем многочисленных бомбежек. Это такой стоял гул, такой грохот стоял. Ой, ну это было что-то страшное. Мы ходили с открытыми ртами, потому что лопались барабанные перепонки. Вспоминает Зинаида Михайловна, и как фашисты пришли в деревню, как грабили дома, отбирая одежду и обувь, забирая продукты питания. Как немецкий комендант выбирал себе прислугу из местных учителей. Он сказал так, отныне вы будете служить Великой Германии, фюреру и пану коменданту. Они сказали, нет, мы пану коменданту не будем служить. И не будем служить Германии и фюреру. И он прямо перед всей толпой их расстрелял. Такие расстрелы были постоянно. От пуль врага гибли женщины, старики и дети. Но это не сломило жителей деревни. Многие подростки ушли в партизаны. А дети помладше, в том числе и 12-летняя Зина, помогали Красной Армии, чем могли. Мы собирали, ну у нас было там очень много снарядов, гранат, все это линия фронта, линия обороны. Привозили очень много. А где хранить-то? Сарай деревенский, ну что там положишь. Они прям под открытым небом все это лежало. И мы набирали вот эти гранаты, лимонки. И вот здесь знали козьи тропы, где можно пройти, минуя деревню. Один из самых страшных моментов той войны для Зинаиды Михайловны – битва за освобождение деревни. Она длилась трое суток. Бомбежки не прекращались ни на минуту. Бои шли и на земле, и в небе. Жители спасались от пулей снарядов в погребах. И вот я вылезла из погреб. Смотрю, летят эти снаряды Катюши. Огненные. Вот они, ну, сантиметров по 70 такие большие снаряды. И рядами по четыре. И ряд четыре. И следующий ряд четыре. Прям летят. Это залп Катюши. Огненные, раскаленные, шипят. И как упадет, горит земля. На поле чистое ничего. На поле нет снега, там только и все. Ничего. Горит земля. Танки плавятся. Это не ад. Это страшнее. Апогеем ужаса стала повторная бомбежка. После того, как советская армия освободила деревню, один из оставшихся в домах немцев подал сигнал своим самолетам. И когда уже никто не ждал удара, на Александровку вновь посыпались снаряды. Бомбы попали в каждый дом. Погибших было не пересчитать. Как говорит Зинаида Михайловна, это была настоящая мясорубка. Ярким воспоминанием на всю жизнь стала раненая лошадь. Лежит лошадка. Широко-широко открытым глазом. Вот зрачок от боли что ли расширился. И из глаза, вот копеечная монета, катится слеза. Я говорю, я первый раз видела, как плачет лошадка. После войны Зинаида Михайловна получила диплом медика и по разнарядке была направлена на станцию Шатки-1, воинскую часть 32-74, где прослужила 33 года. Женщина написала несколько книг, в которых собрала истории героев Великой Отечественной. И сегодня продолжает делиться воспоминаниями о том страшном времени, чтобы никто не забыл, через что прошла наша страна в годы войны. До начала нового юбилейного сезона в Саровском драматическом театре остались считанные недели. В закулисье и на сцене кипит работа. Цеха готовит декорации, костюмы и реквизит к предстоящему премьерному спектаклю. Актеры учат текст, репетируют роли и готовятся удивить зрителя. В предстоящем 70-м сезоне саровчан ждут новые спектакли и театральные эксперименты. А труппа Саровского драматического пополнилась двумя новыми артистами и выпускниками Нижегородского театрального училища имени Евстигнеева. Можно сказать, что Елизавета Лашманова попала с корабля на бал, вернее, на сцену. Премьера спектакля, в котором задействована выпускница Нижегородского театрального училища, состоится в начале сентября. Репетиции идут полным ходом. Елизавете всего 19 лет. Она с восторгом смотрит на жизнь и в любой момент готова к переменам. Профессию актрисы она выбрала также стремительным. Ну, в восьмом классе я подумала, хм, почему бы и нет. Вот. И просто попробовала поступить. Я не думала, что я всю жизнь, и даже до сих пор не думаю, что всю жизнь свяжусь с этой профессией. Но пока вот, по первым впечатлениям, мне очень-очень все нравится. Актриса приехала в наш город в начале августа и с головой окунулась в работу над своей первой ролью. В новой постановке она играет роль служанки, которая приехала из периферии в большой город и устроилась на работу. У Елизаветы наоборот. После окончания театрального училища в Нижнем Новгороде она сделала выбор в пользу провинциального театра. Ой, мне очень сильно понравился Саров, потому что, с одной стороны, он такой очень ближе к природе. Здесь везде деревья, там сосны. А с другой стороны, он все равно такой индустриальный, современный. Ее однокурсник Александр Полеха пришел в профессию в более сознательном возрасте. На последних курсах вуза он увлекся театром и после защиты диплома подал документы в театральное училище. Вместе с Елизаветой он пополнил состав труппы Саровского театра. И первые впечатления от города и коллектива у молодого артиста самые положительные. Саров для меня идеальный вариант на данный момент. У меня здесь родственник. Я в детстве очень много раз был в Сарове. И мне этот город очень нравился всегда. Он всегда ассоциировался с соснами. Я не знаю, какая-то теплота в детских воспоминаниях. Как любой выпускник, Александр грезит большой сценой и главными ролями в постановках мирового уровня. И, может быть, мы увидим имя Александра на афишах столичных театров. Но начать свой творческий путь к вершине театрального Олимпа ему суждено на сцене нашего театра. Аукционное право заключения договора о застройке земельного участка по адресу Зернова 43 пройдет 21 сентября в администрации. Обязательные условия подписания договора строительства. Не менее 30% квартир должны быть предназначены для безвозмездной передачи очередникам. Ввод жилого дома в эксплуатацию должен произойти не позднее апреля 2021 года. Подать заявку на участие в аукционе можно с 22 августа в кабинете 311 здания городской администрации. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 19 августа в храме святых царственных страстотерпцев находится икона святых благовечных князя Петра и княгини Февронии Муромских чудотворцев с частицами их святых мощей. Перед иконой каждый вторник и четверг после божественной литургии будет совершаться молебен о семейном благополучии. С 31 августа по 2 сентября в парке культуры и отдыха имени Зернова пройдет межрегиональный фестиваль городов присутствия предприятий атомной отрасли ЗАТО «Всем весело». Саровчанам представят игровые программы от работников парковых объединений из городов присутствия госкорпорации «Росатом». Кроме того, ожидается большая методическая работа с участием экспертов по совершенствованию процесса организации праздничных и массовых мероприятий. В детской библиотеке имени Пушкина подвели итоги летнего сезона. Центральным проектом этих каникул стала научная лаборатория открытий. Раз в неделю любознательные мальчишки и девчонки принимали участие в увлекательных интерактивных программах. Ребята знакомились с героями литературных произведений, ставили настоящие опыты и делали все больше открытий в различных областях знаний. За три месяца летних каникул Никита с другом стали незаменимыми помощниками для сотрудников библиотеки. И при подведении итогов работы необыкновенной лаборатории открытий отметили помощь ребят-волонтеров. И наградили инициативных мальчишек и девчонок, которые активно участвовали в проведении интерактивных программ и просто помогали библиотекарям. Те книги, которые не нужны, мы отдавали их макулатуру, чтобы их перерабатывали и при этом, чтобы деревни вырубали. На праздники наградили самых активных и любознательных ребят самого разного возраста. Как отметили сотрудники библиотеки, программу необыкновенной лаборатории открытий в этом году посетили в несколько раз больше юных читателей, чем в прошлом. И все чаще вместе с детьми в интерактивных занятиях участвуют родители. Дети вообще по природе своей, они исследователи, им все нравится пробовать, не только слушать, но и сами что-то пробовать делать. И мы считаем, что мы взрослые должны этот интерес в детях поддерживать. На заключительном празднике ребята наперебой вспоминали, что интересного они узнали в библиотеке этим летом, в каких необычных занятиях участвовали. И, конечно, с гордостью поднимались на сцену для награждения. Как отмечают сотрудники Саровского центра тестирования ГТО, летом жители города менее активно приходят сдавать нормативы. Многие делают это в индивидуальном порядке, либо приходят на стадионный кар с группой единомышленников. Воспитанники дневного лагеря Ледового дворца не остались в стороне и приняли участие в сдаче нормативов ГТО. Какие нормативы покорились юным хоккеистам, расскажем в следующем репортаже. В летнем лагере Ледового дворца для ребят-хоккеистов идею сдать нормативы ГТО восприняли на ура и практически единодушно. Тем, кто ежедневно со спортом на «ты», такие испытания однозначно по плечу. На стадион команда хоккеистов 2007 года рождения пришла практически в стопроцентном составе. Вы знаете, это, наверное, сейчас очень здорово, вот эта тенденция новая. Все хотят быть здоровыми, все хотят быть сильными, выносливыми, успешными. Это очень помогает в жизни. По словам специалистов Центра тестирования, на сегодняшний день подавляющее большинство сдающих нормы ГТО – это индивидуалы. Мотивация у них может быть самая разная. Кто-то стесняется сдавать вместе с коллегами по работе, не желая выставлять свои результаты на показ. Он стесняется своего коллектива, не хочет показаться каким-то смешным. Некоторые люди, кстати, боятся прыгать, думают, что это смешно выглядит. А некоторые на беговой дорожке не могут обойтись без поддержки своей семьи или друзей. Правда, мало кто знает, что у групповой заявки есть свое одно неоспоримое преимущество. Когда человек один, он ориентируется на график, который выложен на нашем сайте, и приходит по графику. Если группа от 10 человек, они могут сами диктовать нам, когда им удобно. Выбирать, как сдавать ГТО одному или в команде – личное дело каждого. Следует помнить, что и в том, и в другом случае начинать необходимо с регистрации на официальном сайте ГТО, получения индивидуального номера участника и похода к врачу за справкой. Мед, лекарства от стаболезней – об этом знали еще древние мудрецы. Всего одна ложечка этого полезного лакомства в день укрепит ваш иммунитет и обеспечит надежную защиту от болезней в сезон простуд. А еще мед полезен для суставов, внутренних органов и даже для кожи. Многообразие его вкусов позволит каждому найти для себя свое лакомство. Ну а в широчайшем ассортименте мед традиционно представлен на ярмарке «Медовая феерия», которая начала свою работу в Ледовом дворце. Десятки сортов полезного и очень вкусного лакомства меда вы найдете в Ледовом дворце. С 23 по 26 августа там проходит ярмарка «Медовая феерия». Пчеловоды Михайловы предлагают своим покупателям лучшие сорта меда со своей пасеки, качество которых они гарантируют лично. Приезжая в наш город, они внимательно следят за тем, чтобы ассортимент полезного лакомства удовлетворял каждого. Поэтому на «Медовой феерии» можно найти достаточно редкие сорта меда. Например, дальневосточный шмелинный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А еще любимый многими хвойный мед. На щитовидную железу хорошее действие оказывает. Потом против простудных заболеваний. Он обладает противовоспалительным свойством. Конечно, на ярмарке вы найдете и традиционный мед. Липовый, майский, цветочный, высокогорный. И мед с акацией, который полезен и подходит как взрослым, так и детям. Мед с акацией – очень хороший мед. Он, во-первых, не кристаллизуется, он очень долго стоит в жидком виде и полезен детям, аллергию не вызывает. В канун осени сезона простуд и вирусных заболеваний самое время позаботиться о своем иммунитете. И тут на помощь придет мед с продуктами пчеловодства. Например, хорош для профилактики прополисный мед. Мед диких пчел также содержит в себе продукты пчеловодства – соты, пергу, пыльцу. Он, кстати, представлен и в фильтрованном варианте. Ну и, конечно, на ярмарке «Медовая феерия» вам предложат и сами продукты пчеловодства – перга, пыльца, маточное молочко и настойка прополиса на воде. Для детей очень хорошо сейчас актуальны смены температуры. Это как аэрозоль брызгает в горло. От насморка тоже можно ее применять. Потом, если ожоги, не дай бог, это тоже обладает противовоспалительным действием. Все сорта можно попробовать лично и остановиться на том, который больше понравится. Не пропустите! Ярмарка «Медовая феерия» работает в Ледовом дворце с 23 по 26 августа с 10 утра до 7 вечера. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sorov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей! Субтитры подогнал «Симон»!